Музыка Немного о себе стоит рассказать. Меня зовут Михаил Николаевич Телепов. Я старший преподаватель кафедры теории современных технологий и качества образования Центра развития образования города Самары. Я Телепова Надежда Николаевна. Я тоже кандидат психологических наук и точно так же работаю вместе с моим супругом на той же самой кафедре. Одновременно мы работаем при администрации нашего города, то есть проводим проект «Крепкие семьи Самары». Читаем лекции в разных университетах при управлении их образованием в различных городах нашего города. В нашей страны. Да, не только нашего города, но и нашей страны в разных городах. Ну и, конечно же, обязательно мы читаем такие семинары для людей верующих в различных конфессиях, в различных динаминациях. Для того, чтобы, понимаете, мы как люди верующие, которые обладаем духовным принципом и словом мудрости, мы считаем, что как раз нам это в первую очередь нужно знать, чтобы быть компетентными. Ну и, наверное, самое главное – это мы женаты. Уже 25 лет скоро будет, вот, в 2009 году. Да. То есть совсем скоро. У нас трое детей. Старшая дочь, 24 года. Есть еще младшая дочь ей, 21 год. И у нас есть первенец. 22 уже младшая дочь ей. Ну да, 22 года будет. И есть первенец, ему 6 лет, наш сын. Вот, у нас двое внуков. Ну, нормально, обычная бабушка с дедушкой. То есть, я думаю, что все, о себе, наверное, хватит уже рассказывать. Так, Михаил Николаевич и Надежда Николаевна. Хотим представить вам новый курс, который называется «Дависимость как проблема отношений». В прошлых курсах мы рассматривали с вами разные проблемы. Если вы помните, проблема семейных отношений, проблема консультирования и выхода из этих проблем, и как помочь людям выйти, да, ВИЧ-спит рассматривали. И я думаю, что вы все помните, что все проблемы, все трудности у людей возникают из-за того, что нарушаются отношения. Отношения в трех, так сказать, ипостазиях, в трех сферах. Во-первых, отношения с самим собой. Во-вторых, отношения с окружающим миром, с окружающими людьми. И, конечно же, самое главное отношение у человека – это отношения с Богом. И вот зависимость очень долгое время воспринималась очень узко. Скажем, она воспринималась медиками как некая медикаментозная проблема, и пытались медики лечить зависимость исключительно какими-то медикаментами, промыванием крови и так далее. Психиатры тоже очень узко понимали. Они считали, что это проблема, ну, будем так говорить, в альтуре психики. Да. Нужно закодировать, нужно ввести в транс, нужно человеку, чтобы, так вот, на уровне психиатра, зазоблировать, так сказать, его, чтобы он больше не употреблял какие-то психотропные вещества и не был зависим. Психологи считали, что зависимость – это болезнь, которая относится к явлению, которым занимаются только психологи, потому что зависит от того, кто окружает человека, какие у него отношения складываются, социум, то есть что, как, вот надо вот вылечить его волю в первую очередь, выстроить правильное отношение в семье, с окружением, и тогда эта болезнь сама собой пропадет. То есть, как вы так говорите, захоти и не употребляй, и у тебя все получится. Вот так говорили психологи. Ну, в церквях, вы тоже знаете, был свой интернет, помолись и все пройдет. Вот помолись и все, и зависимости как не бывало. И понимаете, получается, что как-то вот каждый специалист, каждая вот группа людей очень узкая к этой проблеме приходила. И занимались только своим, своей областью. То есть психологи занимались психологией, психиатры, психикой, медикой, медициной, священнослужители занимались только лишь духовной частью этого явления. Но сейчас все больше и больше людей стало понимать то, что это проблема, которая касается все области, захватывает все области жизни человека. И сейчас даже есть такое понятие, как био-социо-психо-духовная модель зависимости. Соответственно, био-психо-социо-духовная модель лечения, избавления от этого явления. И мы поэтому специально взяли вот такое название нашего курса, зависимость как проблема отношений. И вот таким образом мы с вами вот эту модель био-психо-социо-духовную можем применить именно здесь, чтобы самим немножко посмотреть внутрь себя, потому что я думаю, что наша задача показать, что в принципе мы все в группе риска. Все мы, потому что нет правильного ни одного, поэтому по большому счету любой человек находится в группе риска. Вот таким образом себя, так сказать, ну максимально из этой группы риска постепенно, так сказать, выводить, да? Вот и всю жизнь выйти на этом пути. И как помогать в этом другим, выходить из этой группы? Интересно, что Всемирная организация здравоохранения дала такое определение здоровья человека. Это не просто отсутствие каких-то болезней или неблагополучия у человека, но это и наличие благополучия во всех сферах жизни человека. В социальной его жизни, в психологической его жизни, в его физиологическом аспекте и в духовном аспекте тоже. В том числе. В том числе. То есть вот это определение здоровья, которое дает Всемирная организация здравоохранения. И вот исходя из этого понятия здоровья, мы будем с вами говорить, что здоровый человек – это независимый человек. И здоровый человек – это тот, у которого выставлены все отношения на уровне и с его телом, и с его психикой, и с окружающими, и в его духовном состоянии, с Богом. То есть везде. Вот так мы будем рассмотреть зависимый. И сегодня, сначала давайте, прежде чем начнем говорить конкретно, мы уже обидимся с понятиями. Потому что, знаете, если мы будем называть такое-то слово, а мы понимаем это слово по-разному, мы можем просто разночтениями заниматься порой, да? Может быть, сейчас прямо есть такая возможность, но мы можем даже как-то записать, да? Что будем иметь в виду, вот какими понятиями. И, конечно же, самое первое понятие, которое мы должны записать, это что такое зависимость. Вообще, вот как вы считаете, что такое зависимость? Какие есть варианты? Подверженному человеку от какого-то, быть зависимым от какого-то явления в его жизни. Так, замечательно, еще. Не свободен. Так, а в отсутствии свободы? Отсутствие свободы еще. По своей сущности, как я понимаю, человек, он создан быть зависимым. Он не может быть свободным. То есть, задача в том, чему себе починить быть зависимым. Вот, кому именно. Не чему, а кому. Чтобы при этом быть свободным. Да, чтобы при этом быть свободным. Есть такое понятие раб, свободный от рабства. Вот, то есть, раб Божий, он свободен от рабства греху. Такое понятие. То есть, главное найти предмет или личность. Самое главное найти, от чего зависит. От чего зависит, да. Но мы будем с вами именно в зависимости понимать с точки зрения проблемы, да? И как выйти из этой проблемы к правильной зависимости, будем говорить, да? То есть, вообще, зависимость в нашем понимании, именно как проблема, будем воспринимать так. Отсутствие контроля за своим поведением. То есть, зависимость – это отсутствие контроля над своим поведением. То есть, я сам не могу свое поведение контролировать, значит, мое поведение… Контролирует что-то другое или кто-то другой. Понятно, да? Вот это зависит. Очень хорошее определение зависимого человека дал апостол Павел в послании к римлянам, 7 главе, 19-20 стихи. У кого есть священное писание, вы откройте, посмотрите. Он там очень четко определяет, что же такое зависимость. Ну, читать мы будем, начиная с 15 стиха, чтобы было так более точно и понятно, что же такое зависимость. Да, сам контекст. К римлянам. К римлянам, 7 глава, 19-20 стихи. Ну, читать будем с 15 стихи. Послание апостола Павла к римской церкви, 7 глава, 19-20 стихи уже идет само определение, но контекст более понятен будет с 15 стиха. Давайте мы вместе с вами прочитаем. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть воплоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать темное, того не нахожу. Доброго, которого не хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот еще раз, 19 стих особенного, давайте прочитаем. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. То есть, вот оно, отсутствие контроля над своим поведением. И это пишет кто? Апостол. Павел. В общем-то, которому все мы хотим равняться, да? Это образец служителя, образец человека, который действительно оказал в своей жизни и предназначение видит, и отношения все налажены. А видите, и он тоже. В зависимости. В зависимости, да? И будем говорить так, он понимает, что это проблема. И вот дальше как раз будет следующий, так сказать, момент, да? Дальше мы будем постоянно называть такой термин, как выздоровление. Обратите внимание, мы не будем говорить здоровье, освобождение. Мы будем говорить оздоровление или выздоровление. Что это такое? Это процесс. Это процесс возвращения к первоначальной свободе, к первоначальному здоровому состоянию. Потому что, в общем-то, каждый человек зависит, начиная от кофеина, заканчивая кокаином. Начиная от сахара, кончая героином. И мы, кстати, будем с вами говорить, что когда человек управляет много сахара, в его мозгу происходят те же самые нейрохимические реакции, что и от героинка. Но мы об этом будем говорить, даже на фотографии покажем, что происходит в человеческом мозгу, когда идет у человека зависимость от сахара. Понимаете? И начиная от беспокойства и кончая гневом. И мы тоже вам покажем фотографию, и вы увидите, что когда человек гневает, в его мозгу происходят те же самые нейрохимические реакции, как если бы он потребил душу героина. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com В общем-то, все мы люди зависимы, и все мы стоим на пути к выздоровлению. Поэтому опять хотим сказать, когда мы будем говорить слово «воздоровление», это процесс возвращения, так сказать, к первоначальному состоянию здоровья. То есть процесс, который восстанавливает нашу способность контролировать свое поведение, верить и любить, доверять окружающим людям, доверять себе, а не просто воздержание от какого-то разрушающего поведения. То есть это намного шире, нежели воздержание. Человек воздерживающий, но не воздоравливающий, вы знаете, как его называют? Его называют «трезвый пьяница». Вот он так. Или трезвый алкоголик. Или трезвый алкоголик, или трезвый наркоман, как угодно. Он просто трезвый, но на самом деле он так и остался зависим. Это явление, опять же, временное, но не в оздоровлении происходит у этого человека. Следующий термин, который мы будем употреблять – «срыв» или «рецидив». То есть и так, и так мы будем говорить. Срыв, рецидив. Что это такое? Это возвращение к разрушительному поведению. Не смотря на обещания, которые я даю сам себе, даю Богу, даю людям. Никогда, никогда. Но вот то, о чем говорит апостол Павел. Ну ведь хочу же я добрый. Ведь обещаю же я себе и Богу, что никогда будешь так поступать не буду. Опять. И опять. Вот это называется «срыв». Несмотря на какие обещания, все равно в нашей жизни происходит рецидив. Нет праведного ни одного. То есть если мы положим руку на сердце, мы поймем, что действительно так. Причем мы стандартно говорим о разрушительном поведении, потому что мы будем говорить не только о химической зависимости от наркотиков, от алкоголя, от каких-то химических препаратов. Мы будем говорить о всех зависимостях. В том числе и игровая зависимость, интернет-зависимость. И в том числе зависимость от гнева, беспокойства и так далее. Еще раз хотим сказать, что в мозгу происходят одни и те же мир химический реакт. Зависимость от зависимого человека, такая соцзависимость. И об этом тоже будем подробно с вами говорить. Следующее очень важное определение, которое мы с вами должны рассмотреть, это что же такое благодать? Благодать или безусловное принятие. Вот мы будем два термина брать. Благодать и безусловное принятие. То есть, что мы здесь будем иметь в виду? Потому что благодать много разных определений. В нашем курсе мы будем под этим термином иметь следующее. Это умение видеть и строить отношения с сердцем человека. То есть, умение видеть и строить отношения с сердцем человека. А не с его поведением. Чувствуете разницу? Одно дело, мы относимся к человеку так, как он себя ведет, как он выглядит. Другое дело, понимая его внутренние мотивы, его намерения, его ожидания и убеждения. Скажем, если человек зависимый, он тоже, скажем, алкоголик. Вот он пьет, но у него будем смотреть как на отброс, потому что он пьет, пахнет и плохо выглядит. Или же мы будем видеть в его сердце боль. Мы будем видеть в его сердце желание и мотив прекратить это делать. При первом подходе мы ему не поможем. При втором подходе, при подходе благодати, мы помочь можем. Вот это мы будем иметь в виду по словам благодать. Понятно, да? И следующий термин, который мы будем употреблять, это... Компетентность. Компетентность. То есть еще два термина. Компетентность, еще один термин. Что такое компетентность? Это нужны знания, опыт, навыки, любовь, для того, чтобы помочь человеку изменить. Если у нас нет опыта, мы некомпетентны. Если у нас нет любви, мы некомпетентны, мы не поможем. То есть вот по словам компетентность мы как раз будем иметь в виду вот это. То есть не человек с высшим образованием, с кандидатскими степенями, там еще кто-то обязательно должен быть директором какого-нибудь учреждения, нет. Имеется в виду по словам компетентности. Совсем другое. И следующее. Ну и последний термин это ценности. То есть наши жизненные приоритеты, во что мы себя вкладываем. Жизненные приоритеты, во что мы вкладываем себя. Которые мы себя вкладываем. Что мы имеем в виду по словам себя. Себя это вот не значит, что это себя. Своё время. Свои эмоции. Свои силы. Свои деньги. Вот. Понятно, да? Вот. Значит, еще раз, вот они основные, сколько у нас получилось, 6 терминов. Значит, зависимость, выздоровление, срыв, рецидив, благодать, безусловное принятие, капитальность, ценности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok